До новогодних праздников остается совсем немного времени. Главный атрибут Нового года не только ель, но и пиротехника. В новогодние праздники ночное небо то и дело озаряют тысячи разноцветных огней. Дети взрывают петарды, балуются салютами, взрослые от них не отстают. Салюты, фейерверки, хлопушки могут не только украсить праздник, но и принести трагедию. Знаете ли вы, какой товар можно приобрести, а какой может оказаться опасным для жизни? Об этом смотрите в нашем сюжете. На протяжении последних недель ведется активная подготовка к Новому году. И какой же праздник без фейерверка и салюта? Сейчас на рынках и магазинах можно найти все, что угодно. Особенно такой товар привлекает детей. Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям совместно с полицейскими региона проводят рейды, где выявляют несертифицированный товар, который может быть опасным для жизни населения. В минувшие выходные в ходе рейдовых мероприятий стражами порядка было составлено 15 протоколов, а также изъята пиротехническая продукция, которая не соответствует стандартам. Покупать мы советуем пиротехнику в специализированных отделах, либо в магазинах, которые имеют на это разрешение. А также, совершая покупку, просим обратить внимание жителей на наличие сертификатов в соответствии, целостность с упаковкой, а также этикетки, маркировку пиротехники. Чаще всего так называемый бракованный салют продается не в магазинах, а именно на рынках. Поэтому специалисты советуют горожанам воздержаться от таких покупок. Инструкция на русском, на казахском имеется. Поэтому надо требовать потребителям при покупке сертификат, который подтверждает качество данного товара. Спасатели также напоминают, что ни в коем случае нельзя держать зажженный фейерверк в руках. Не надо наклоняться к салюту или же потушить его самостоятельно. Все это может привести к печальным последствиям. В ходе рейдовых мероприятий были установлены места, где продавалась пиротехника без сертификатов. Были составлены административные протоколы в отношении лиц, допустивших нарушение, и были изъяты пиротехнические изделия. Если вы будете соблюдать все правила техники безопасности, то ваш Новый год не будет омрачен. Поэтому хочется еще раз сказать, будьте аккуратнее и позволяйте вашим детям использовать пиротехнические изделия самостоятельно.